Приветствую вас в инновационном технопарке Сколково. Меня зовут Александр Логинов. Я являюсь генеральным директором и основателем компании Энергоэлемент. В этом видеоролике я расскажу вам о нашем новом проекте. Это литий-ионная аккумуляторная батарея для складской техники по энергосервисному договору. Суть решения заключается в том, что мы предоставляем вам пользование аккумуляторную батарею, вы за нее полностью не отвечаете и стоимость отгрузки фуры вам оказывается в районе 30-50 рублей в зависимости от расстояния от самой фуры до стелажного пространства, куда вы будете вводить груз. Предлагаю освежить в голове то, как вам приходится сейчас работать со свинцово-кислотными батареями и начнем с того, как вы их приобретаете. Тендер, закупки, выбор поставщика. Я лично знаю 8 поставщиков на континенте, 2 хороши, 4 так себе и 2 не очень. И самое неприятное то, что они меняются. Это раз. Второе. Формально фиктивная гарантия. На самом деле она до юра год, ну может быть два в договоре, но реально элементы вам будут менять только на первом году. Фактически вы получаете батарею как бы 1200-1500 циклов заряда-разряда, но на самом деле защищены только на первый год работы с аккумулятором. Следующий момент, сам факт использования свинцово-кислотной батареи подразумевает, что у вас нужен аккумуляторщик и нужна зарядная комната. Что касается аккумуляторщика, аккумуляторщик должен иметь корочки аккумуляторщика и желательно опыт, об этом поговорим отдельно. Второе. Он должен иметь корочки по электробезопасности. Третье. Он должен иметь корочки по работе с подъемными механизмами. Это в случае, если у вас несколько батареи и надо их менять. И четвертое. Ему нужны корочки по вождению, потому что если вдруг кто-то из водителя оставил батарею в технике на складе, надо садиться в технику и везти ее в зарядную комнату. Обслуживание. Моя практика за 10 лет, обслуживание больше 600 аккумуляторов, более 45 клиентов на настоящий момент, говорит о том, что в рынке нет компетентности. Просто нет. Де Юра вам предложат какие-то мифические технологии, которые не работают или под которыми скрыта реально просто десульфатация, например. Либо вам просто протрут батарейку, найдут неисправный элемент и его утилизируют. Вы не получаете понимания, что сейчас происходит, что будет завтра, как на это влиять, как батарея повлияет на качество отгрузки товара. Были прецеденты разные, в том числе останавливался сам процесс. Батарея сенсово-кислотная в конце заряда выделяет водород. Пожалуйста, вам нужна зарядная комната. Зарядная комната строится один раз, без учета вашего будущего масштабирования. Это крайне часто, к сожалению, сейчас происходит. Для зарядной комнаты для вас это хорошо, вы растете, но батареи это ставить некуда, это неудобно. Следующий момент. Она должна быть выполнена правильно, она требует капексов, большие инвестиционные затраты. За ней надо ухаживать, отслуживать. Это поглощение коммерческой площади, которая может выработку делать на вас, можно там цех для ремонта сделать, либо в принципе поставить стеллажи для размещения товара. Это уместно. У вас может спокойно произойти такой случай, когда у вас уже изношенная техника и вот-вот год-два ей бы походить, да продать ее, либо просто сдать флом. А батарейки уже сейчас выходят из строя. Причем обычно непредсказуемо и уведомляя вас в самый последний момент. Окей, и у вас выбор купить так себе батарею нарваться, что она еще меньше отработает, чем осталось техники, либо купить очень дорогую батарею и потом непонятно, что с ней делать. Тоже очень неудобный момент. Вы чаще выбираете восстановительные работы. Я соболезную вам в этом, потому что мы много-много очень сделали этих работ. Первично мы говорим о том, что можно сделать батареи, что нельзя, но фактически если батарея выработала свой ресурс, больше ей не вернуть. Сколько заложено, с учетом характера ее эксплуатации, столько в ней и осталось. Поэтому ситуация очень неудобная. Дальше. Если некачественно обслужить батарею, что может произойти? Взрыв. Это, к сожалению, не редкость. Только за последний год мы обслужили пять таких батарей. Пять батарей суммарной стоимости больше трех миллионов рублей взорвалось у наших клиентов. Об этом я написал отдельную статью. Ссылку я размещаю. Вы сможете полностью ознакомиться с тем, в каких случаях это происходит. Ну и одним нюансом самой батареи является то, что она на самом деле хранит в себе очень мало энергии. То есть энергоемкость очень маленькая. Даже 48 вольтовая 500 батарея для погрузчиков всего при полной нагрузке. Гашетка в пол может позволит погрузчику ездить три с половиной четыре за редким включением пять моточасов. Плюс на нее требуется зарядное устройство, которое, к сожалению, заряжает очень долго батарею. Это минимум восемь часов. Обычная практика. Девять, двенадцать, пятнадцать часов в зависимости от того, какой профиль заряда, ток заряда. В итоге получается следующее. Батарея очень капризная. Весь бизнес вы выстраиваете не вокруг своих процессов по отгрузке товара, а вокруг именно работы свинцово-кислотной батареи. Персонал, зарядная комната, сменная батарея, много зарядных устройств, сервисное подразделение, резервные элементы. Все это нужно только для того, чтобы вот эту вот королеву свинцово-кислотную батарею попросить поработать. И она все равно, к сожалению, подведет. Подведет очень непредсказуемо, об этом я чуть говорил ранее. У них абсолютно нелинейный тренд выхода из строя. Учитывая все эти нюансы, вышесказанные, мы поняли, что так дальше нельзя. Нельзя абсолютно все, потому что фокусироваться надо на процессе отгрузки товара. Энергообеспечение складской техники должно быть вокруг этого процесса. С учетом длительности работы техники, энергопотребления, фактически массы груза и длины пути перемещения товара. Зарядное устройство должно быть в том месте, где удобно это для процесса, с той скоростью заряда батареи, которая нужна для подготовки батареи к следующему раунду по выгрузке товара. Итак, если резюмирую все вышесказанное, то получается, если вы хотите гарантированно отгрузить товар, то у вас есть два варианта. Первый – это свинец и понятные все проблемы вокруг него, выстраивание всей их инфраструктуры, сервисы и так далее. Второе – это литий, но рыночный, не наш. Фишка в том, что фактически это тот же самый концепт, просто ребята в один и тот же короб свинцово-кислотный заменили свинец на литий. Энергоемкость та же, по скорости заряда под вопросом, фишек никаких и так далее. И еще гарантии нет. Мы подумали, к черту все это, работаем от вашего процесса с учетом всех вышеуказанных нюансов по смене техники, росте компании, масштабу вашего объекта не имеет никакого значения. Для нас приоритет – качество работы процесса. То есть батарея должна быть ровно той емкости, какая нужна под вашу нагрузку, скорость готовности батареи к рабочей смене должна быть ровно та, какая нужна в ваши интервалы обеда, перерывы и так далее. Предлагаю в деталях посмотреть, как выглядит наше решение уже в лаборатории. Мы с вами находимся в нашей лаборатории. Здесь мы разрабатываем с нуля решение под наших заказчиков. И прежде чем я начну рассказывать про техническую составляющую нашего проекта, я бы хотел рассказать о том, что мы запускаем его по альтернативной, непривычной для рынку финансовой модели. Это модель энергосервисного договора, когда вы, как пользователь, оплачиваете только небольшой платеж за право пользования аккумулятором и дальше оплачиваете только за выработанный киловатт-часы. Это значит, вы платите только тогда, когда аккумулятор работает. Для вас это означает, что идет отгрузка товара, в котором у вас деньги. Следовательно, мы полностью этой модели подстраиваемся под ваш денежный поток. Становится очень удобно. Много отгрузок – побольше платите. Поменьше огрузок – поменьше платите. Так как в главе нашего решения стоит подстройка под ваш процесс отгрузки товара, то первое, с чего мы начали, проанализировали доступные элементы питания для создания батареи и поняли, что на рынке их просто нет. В связи с этим мы приняли решение сделать самостоятельно свой собственный модуль, который позволяет, набирая емкость, подстраиваться под то потребление техники, которое нужно именно на вашем объекте. Это означает, что один и тот же погрузчик, но на разных объектах, может иметь совершенно разную батарею. При этом, используя технологию литий-ионных батарей на базе литий-железо-фосфата, мы можем практически в два раза больше иметь емкости в тех же самых габаритах, что и свинцово-кислотная батарея. Это крайне удобно. Также, благодаря тому, что батарея модульная, наборная, сборная, мы можем увеличивать емкость батареи, мы можем перебирать батарею в другой короб. Это также удобно, вам не надо привязываться к какому-то типу техники. Ричтрак можем сделать погрузчиком, погрузчик разбить на две или даже четыре электротележки, в этом не будет никаких проблем. Подстроившись под ваш проект, под ваш процесс, по энергетике, по длительности работы батареи, мы поняли, что только так мы это можем сделать. Вторым этапом подстройки под проект является выбор зарядных устройств. Для заряда аккумуляторных батарей мы используем тиристорные высокочастотные зарядные устройства компании Micropower. Они себя зарекомендовали высокой надежностью, а также, благодаря IP55 их можно размещать где угодно на территории склада. И благодаря еще двум очень крутым опциям. Первая опция заключается в том, что этой зарядкой можно заряжать ричтрак, погрузчик, электротележку, электроштабелер не одновременно, но последовательно легко, потому что профиль находится не в самой зарядке, а в батарее. Батарея управляет работой зарядного устройства. Второй особенностью именно этих зарядных устройств является то, что их можно объединить в некую сеть и, например, ограничить суммарную отдачу энергии. Это очень удобно, если у вас, например, подпитка идет всего 40 киловатт, а 5 зарядных устройств потребляет 50, то, очевидно, постоянно будут возникать вопросы с перенагрузкой на сеть. В дополнение скажу, что благодаря использованию таких зарядных устройств и нашей выбранной технологии затраты на электричество снижаются практически в два раза. Запросите у нас модель сравнения заряда с венцово-кислотных батареей литий-ионных, менеджеры вам все пришлют, вы увидите детально в цифрах, сколько энергии вы тратите на ту или иную технологию. Каждую из своих батарей мы оснащаем большим количеством опций. Это повышает так называемую юзабилити, удобство использования аккумулятора и предотвращает некие нештатные нюансы, типа процесс отгрузки начался, а батарея разряжена. Первое, с чего мы начали, это установили дисплей, который показывает водителю техники уровень заряда батареи. Для контроля большого количества единиц техники используется маячок, он устанавливается на крышу каждой единицы техники и визуально на удалении, на расстоянии можно проследить готовность техники к работе. Дополнительно, если вдруг водитель просмотрел уровень заряда, игнорирует маячок, есть звуковой бипер, он за 5-7 процентов до глубины, остаточной глубины разряда, до полного разряда батарея, уведомит водитель о том, что нужно все-таки поставить ее на заряд. Ну и если совсем водитель говорит, нет, в талую хочу разрядить батарею, ничего страшного, от управляющей электроники через стандартный разъем рема идут два провода на, например, механизм поднятия вилл и отключается эта способность поднимать виллы. Тем самым водитель в принципе не может ничего сделать техникой, кроме как ехать и ставить ее на заряд. Каждая управляющая электроника, каждая батарея оснащена GSM модулем и Bluetooth модулем, который позволяет видеть состояние аккумулятора. Это очень удобно для сервисного обслуживания, это удобно для поддержания батареи в ресурсном состоянии, контроля выработки у нее там ресурса. В каждой батарее встроен GSM модуль, это сделано для того, чтобы вы как пользователь видели наработку в киловатт-часах, то есть вы удаленно сидя за компьютером, за своим рабочим столом сможете понять какая выработка у батареи, сколько она отработала в прошлый день, на прошлой неделе, за прошлый месяц и тем самым понимать, сколько потребуется оплатить за данную выработку. Итак, если зарезюмировать, то получается, мы можем подготовить батарею с теми параметрами и скоростью заряда, ровно устраивающие ваш процесс отгрузки товара. 24 на 7 не вопрос, сделаем ту, какая надо. Мы гарантируем, что батарея за пять лет отработает конкретный объем киловатт-часов и емкость изменится только на очень небольшое количество ампер часов. Это важно. Батареи полностью не обслуживаемые, зарядное устройство мы можем сдавать в аренду. Поэтому, если у вас есть уже потребность, пожалуйста, обращайтесь. Если нет потребности в смене аккумуляторов, никаких вопросов, вы можете начать пробовать и тестировать наше решение, установив аккумулятор всего на одну, например, единицу техники. Это также удобно, вы познакомитесь с нами, увидите, как работает продукт, подтвердите себе, что все с ним хорошо и дальше постепенно начнете переоснащать весь свой склад. Контакты указаны в описании к видео. Дополнительно там есть наш инстаграм, фейсбук, подписывайтесь. Есть мои личные контакты, контакты отдела продаж и сайт, на котором вы можете подобрать батарею. Мы искренне будем рады вам помочь сделать ваш процесс автономным, независимым от людей, технологий, подстроиться под ваши процессы. Всех вам благ, спасибо, что засмотрели до конца. С вами был Александр Логинов. Спасибо. 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 Спасибо.